Всем привет, с вами Дмитрий Дрогин, вы на канале Гироскутер Шоп. Сегодня мы с вами будем говорить про компанию Димакс. Это у нас колхозники под названием Димакс Монстр. Они практически с первого взгляда идентичны и одинаковы, но на самом деле они имеют кардинальные отличия, а эти отличия очень важны при работе курьером. Наши электровелосипеды подойдут не только для курьеров, а также и для дачников и кое-для кого еще. И в этом видео вы все это узнаете. Погнали! Познакомили вас с аккумулятором. Внимание, все на русском. 60 вольт 30 ампер. Ребята, дальность свыше 100 километров. Дата производства. 23 год. Восьмой месяц, 19 часов. Все на русском языке. В комплекте два ключа. Аккумулятор тяжелый. Наверное, под 10 килограмм. Емкость очень большая. Для работы курьером самое оно. Дальность на этом электровелосипеде составляет выше 100 километров. Вы целый день просто... Суши, пиццы, макдак, доставки, пепси, еда теплая. Много-много денег зарабатываете, всего лишь купив один раз этот электровелосипед. Реально на 30 амперной батке можно далеко уехать. Но для чем переплачивать, скажете вы? На дачу можно и подешевле. Да, можно. Пожалуйста. Есть младший брат D-Max. 60-ти вольтовый, точно такой же. Но с 20 амперным аккумулятором. Он тоже легкосъемный. Все идентично пока что, на первый взгляд. Но дальность у него около 80 километров. Ну а для работы берем заряженную версию. Больше 100 километров. У нас имеется в комплекте сразу вот такое вот пластиковое багажное отделение. В нем у нас хранятся сейчас педали. Это весь комплект, что идет с электровелосипедом. Крепление, зеркал, сами зеркала. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Тут уже на коробочке русских надписей вы не найдете. Только китайские. Если китайские в школе не учили, воспользуйтесь переводчиком, чтобы узнать более точную информацию. Круглые, в стиле мини-купера. Зеркала. Будете кататься с отличным обзором. Сзади будет все видно. Зеркала реально обширные. То есть большие. Вот все видно. И вам видно. С этим проблем у вас не возникнет, я думаю. Также у нас в комплекте, кроме педалей, зеркал, еще идет зарядочка. Зарядочка 67,2 вольта, 3-амперная. Ух ты, какой блок большой. Видали? В стиле Тесла, да, мне напоминает. Будет гореть зелененьким, зарядка идет, красненьким зарядился. Вот такой вот большой разъем. Штепсель. И надписи на зарядном устройстве по классике. 67,2 вольта, 3-амперная, пожалуйста. 10 часов, 30-амперный аккумулятор будет заряжен. 20-амперный примерно за 6 часов зарядится. Так, я еще где-то клал здесь инструкцию русскоязычную. Сейчас я найду. На младшем брате, который 20-амперный, пожалуйста, все цивильно. На русском языке открываем. Максимальная нагрузка. Скорость максимальная 55. Дальность у 20-амперной версии 80 километров. Пожалуйста, визитка представителя. Как устроено. Ну, собственно говоря, характеристики. Все найдете. Вот такой вот маленький паспорт вам в комплекте должны положить продавцы, когда вы будете покупать тот или иной электровелосипед. На багажном отделении интересный какой-то располагается мягкий такой стул. Назовем его, да? Сидельное место. С первого взгляда, ну, понятное дело, что здесь можно поставить ребенка. И ножки его сюда поставить есть куда, да? Специальное место. Ребенок может слететь, показалось мне. Как это все не продумано. Но на самом деле продумано. Открываем. Вытаскиваем. Хоп. И закрываем. Пожалуйста, вы можете присесть. Вернее, посадить своего ребенка на это место. Спинка есть. Упор. И поехали кататься. Скорость большая, до 55. Поэтому эта вещь правильная и грамотная. Не поспоришь, да? Второй момент. Открываем. Это как стол. Можно на рыбалке сесть, перекусить. Уха, еще что-то. Но есть одно но. Тут контроллер внутри. Можно ухой залить. Да-да. Или водой. Делайте гидроизоляцию обязательно при покупке электро-велосипедов в нашем фирменном сервисном центре. Контроллер располагается вот здесь внутри, я уже сказал. Это очень хорошо. Вода от колеса попадает туда, на контроллер не попадает. Раньше, если помните, большие ошибки у производителя были, что контроллеры размещались внизу. И вся вода из лякоть, а курьера работает и зимой, попадала на контроллер и провода гнили от соли, от химикатов, реагентов. Идем дальше. Снимаем пассажирское сидение, если можно так назвать. И вы можете установить сюда специальный курьерский такой железный крепеж для ваших сумок. Желтенькие я веду, зелененькие. Бренды не будем называть. И, пожалуйста, 5 минут и ваш новый помощник готов для работы в сфере доставки. Но, если вы не хотите тратить лишнее время и деньги, можете и так работать. Вот. Стол готов. Ставите сюда свою сумку-бокс. Крепите стяжечкой. Хоп. И сюда. Вперед на доставку. Первый заказ готов. Поехал за вторым. 20-амперная версия. Все то же самое. Здесь добавить нечего. Контроллер располагается вот здесь, вот под этой крышкой. Обязательно делайте гидрозоляцию, когда покупаете электровелосипед. DIMOX MONSTER. Название MONSTER мы уже знаем. Знакомое, да, нам? У другого бренда. Вот мы снимали видео недавно. Но отличия все же имеются. Также вы можете заметить специальный козырек водоотвод, который защищает ваш дисплей от попадания воды. Дисплей у нас располагается вот тут вот. Сейчас я аккумулятор поверну. И провод вставлю. Так. А, кстати, давайте сразу и покажу. Провод идет от контроллера. Вставляется в батарейку. Вот так вот. И, пожалуйста, наш байк готов к работе. Чтобы вам не отсвечивало, информативный дисплей. Вольт 64,9-65 прыгает, да, у нас. Батареечка заряжена на всю. Даже показывает температуру. То есть, есть контроллер и датчик температуры. 23 градуса показывает. И пробег, скорость онлайн, дальний свет горит, рейдит, то есть готов к использованию. Нажмем на газ на третьей передаче. Посмотрите, покажут. 50 км в час. Ну, даже разгоняется дальше. Это мы проверим чуть позже. Останавливаемся. На руле также имеется специальный крепительный элемент вашего телефона, смартфона, чтобы вы по навигатору ездили. Он металлический. Хорошо можно зажать смартфон, чтобы он у вас по дороге не выпал. Обычным вот таким вот винтом, движением. У наших двух самокатов есть небольшое отличие в органайзере переключения света поворотников сигнала. Сигнал серьезный, кстати. Это свет, поворотники, ребят. Давайте посмотрим. Ага, все работает. Сейчас я тормоз нажму. Вот так вот. Надеюсь, вам видно. И передача. Первая, вторая, третья. У 20-амперной версии немножечко попроще. Дисплей попроще, он поменьше. Видите? Чтобы не отсвечивало. Тоже показывает скорость. Сейчас набьем газ на третьей передаче. Оп, 60. Пробег, скорость, спид третья. Все, что нужно вам знать. И общий пробег. Есть на этом маленьком дисплее. Значит, гидравлика вот такими железными контейнерами сделана. С виду это попроще. А по надежности, возможно, и лучше. Железное, наверное, не как стекло разбивается. Но все же, стеклянные мне по дизайну зашли больше. Картинки спереди идентичные. Аккумуляторы установлены идентичные. Контроллеры одинаковые. Педали вы можете поставить, если в этом есть необходимость. Ноги для второго пассажира, пожалуйста, элементарно открываются. Их можно тоже демонтировать. И очень уже всем знакомая подножка. Вы знаете, как она работает. Нажимаем вот здесь вот фиксатор. Смотрите. Хоп. И катим его вперед. Все. И обратно. Ногой сюда. Чуть-чуть назад. Не падает, не заваливается. В этом плане все здесь отлично. Значит, по тормозам. Огромные суппорта. Кто называет калиперы. Прям уже как у каких-то мопедов. Диски. Тормозные толщенные. Наверное, более трех миллиметров. Широкая резина, как всем она уже полюбилась. 16 на 3. Нилоновая фирма. Кунмунг. Такую я тоже фирму не знаю. Но она специально сделана для электровелосипедов и имеет более широкую толщину самой покрышки, чем обычный велосипед. Потому что велосипеды у нас электрические, они имеют большую массу, чем обычные. И им необходима, естественно, усиленная толщина самой покрышки. Чтобы во время съездов или заездов на асфальт, на стыки, на бордюры, сразу колесо не лопнуло. На более дорогой версии с 30-ю амперным аккумулятором вот такие вот поворотники установлены. В передней части. На более дешевой, у 20-ти амперной, они отсутствуют. Значит, зажимаем тормоз и попробуем ее пробить. Ух ты! И она имеет такой приятный ход и предсказуемый. Если поближе камеру попробуем передать, попробуют передать камеры, смотрите. Я ударов никаких не чувствую. А вес у меня 95 килограмм. И пробить у меня, по крайней мере, сейчас, ну, никак не получается. Только что вот зарядка здесь шебуршится. В корзинке. Подвеска отрабатывает хорошо. У сидения есть тоже амортизатор. Видите? Сидение амортизирует. Педали имеют, вот, каретка, маленький вынос. Крутить их не очень, скажем так, комфортно и удобно, как на обычном дружке или каме. Но доехать немножечко, конечно, получится у вас. И так, дорогие друзья, пока мы здесь снимаем видео, к нам подошел мужичок. Сразу видно преклонного возраста такого. Под 60. Стал интересоваться велосипедами, сколько они стоят. И я подумал, что цена-то у них разная. Ссылочку я оставлю на цену актуальную на оба байка в описании. Вы можете узнать, да, ее, прям нажав, хоть прям сейчас, скажем так. И я подумал, что надо прокатиться на обоих велосипедах, чтобы понять, вдруг что, разница какая-то есть. Мощность у каждого из них 500 ватт, 60-ти вольтовые они. Мы сейчас едем на 30-ти амперной версии. Ох, смотрите, сразу погнал. Сразу погнал, сразу скорость набирает. Бодренько, бодренько. Вам видно там, какая скорость? Мне даже видно не было. 20 чем-то, по-моему, было. Никого нет, можем позволить себе разогнаться. Смотрите, 40 уже. Так, я забыл застегнуть корзиночку свою, чтобы ничего не растерять. Так, сейчас было 43. Ну, 50, значит, он поедет. Это задний тормоз слева, это передний справа. Свет, включение-выключение, поворотники. Блин, только нажал, уже почти по 40. Вот, никого нет, 40. Так, дальше тут опасно. 45. И тормоза шикарные. Короче, на 30-ти амперной версии тормоза вообще, оп, остановился. Просто шик. Это прям мне с первого нажатия на тормоз показалось. Я решил проверить. И на самом деле так оно и есть. Я предлагаю пересесть на 20-ти амперную версию и попробовать ее в деле. Давайте. Так, ребят, пересели на 20-ти амперную версию. Дисплея тут нет, дисплея здесь. Сразу ставлю третью передачу, чтобы, как в прошлый раз, не получилось. И давайте по траве. Оп-оп. Ну, небольшие шумы присутствуют. У меня здесь и зарядка лежит, шумит. И корзиночки, слышите, они прыг-прыг-прыгают. Так, сегодня много людей у нас в парке. Давайте, как настоящий курьер, вон он едет. Оп. Догоним курьера. Эй, братишка, стой, я тоже так хочу. О, люди. Нормально, так разогнался до 40. Опа. Привет, брат. Как, нормально работает? Пока, да. Сколько в день выходит? Сколько в день денег получается? Нет. Нет, сколько заработок в день? 5 тысяч, 2 тысячи? 4 тысячи? 4 тысячи, братья, можно на таком велике зарабатывать. Вообще круто. Видео снимаем. Спасибо, брат. Скажем так, да и вообще, в принципе, для России 4 тысячи в день нормально. Даже педали не кручешь, просто, 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 просто заряжаешь и гоняешь. Кайф. Она с радиатором охлаждения, вот он сейчас, я трогаю, радиатор тепленький, то есть свет нагревается, да, передает в радиатор, потоки воздуха охлаждают все это дело, чтобы пара не перегорела. Также у нас регулируется с помощью вот этого болта сидение, посадочное место вы можете сделать повыше или пониже. Но ниже, чем аккумулятор, не получится, да, вы аккумулятор управляетесь, понятное дело, то есть повыше можете сделать, или вот как я катался. Руль фиксирован, вверх-вниз в высоте не регулируется. Пожалуйста. Только через проставки дополнительные, отдельно приобретенные, можно его поднять выше. С завода он будет у вас практически в одном положении, только вы можете угол наклона отрегулировать, если у вас ребенок катается, или подросток в эту сторону, или если вы повыше, сделать его чуть-чуть назад, чтобы, ну, руки длиннее же у вас, и получается более комфортно будет. У меня тут больше нечего добавить, кроме как подвести итоги нашему видео сегодняшнему. Я считаю, что 30-амперная версия подходит для курьеров, потому что у нас большой запас хода свыше 100 километров, вы можете спокойно целый день курьерить. Вы уже знаете, что курьер зарабатывает в среднем на таком электроэроспете 4000 рублей за смену 12 часов. Пожалуй, добавить нечего. Делать выбор – это ваше дело, мое дело – показать и рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока, а то я обижусь. Субтитры сделал DimaTorzok